сейчас подожду пока немного соберется народ и в принципе можно будет вещать ну хотя если я сохраню прямой эфир так я пока что я отключаю комментарии потому что я зашла сюда не пообщаться с вами рассказать вам кое-что злободневное и это касается в основном русской аудитории поэтому я буду говорить по-русски начнем с того это касается сообщений в моем директе сейчас я вам кое-что расскажу объясню возможно кто-то меня поймет возможно кто-то не поймет и это нафиг ты не надо можете не понимать короче мне каждый день приходит очень очень много сообщений в директ и это очень разные сообщения в основном это все-таки сообщение от иностранцев так честь телефонов с телефоном в основном это все-таки сообщение от иностранцев но также поскольку все-таки русская аудитория на меня тоже подписано очень много приходит сообщение от русских и это примерно одинаковые сообщения это просьба поделиться советом как им жить или работать и как зарегистрироваться где-то, как быть вебкам-моделью, и другие сообщения – это что-то пояснить за мою жизнь. То есть я понимаю, людям действительно интересно узнать меня с какой-то другой стороны, с более личной, интимной. Это нормально, потому что все-таки я публичная личность, и людям очень хочется об этом узнавать. Но суть в том, что какие чувства меня переполняют? Давайте об этом сначала. Сначала давайте об этом. У меня очень двоякие чувства. Все-таки на директ я иногда отвечаю, несмотря на то, что у меня очень много сообщений. Я, бывает, так сижу, листаю директ, ага, вот на это сообщение отвечу. То есть там бывает, действительно бывает такое. Но, как только я начинаю отвечать на это сообщение, это, может быть, начало нормального диалога, может быть, потом этот диалог перерастает в какую-то дичь. Типа человек сначала спрашивает какого-то совета, я, например, отвечаю, что нет, я, наверное, не буду с тобой ничем делиться, потому что ты перекладываешь на меня тем самым ответственность, поэтому включай мозг, думай и живи сам. или в таком ключе, что мне кажется, что если я, например, не отвечу на это сообщение, вот это самое клинический случай, послушайте, мне кажется, что если я не отвечу на это сообщение, человек может обидеться. Или он может писать мне какую-то собственную картину мира, и мне нужно обязательно ему ответить, потому что, господи, о чем ты думаешь, это же неправда, и мне хочется ему доказать, что это по-другому, это не так, как ты думаешь, и если я этого не сделаю, человек, типа, не выживет без меня. А теперь, внимание, главный вопрос. Если я не отвечу на эти сообщения, что тогда? Что будет? Ну, типа, что изменится в моей жизни, если я не отвечу на эти сообщения? Или если вы не получите эти сообщения? Конечно, получать сообщения от какой-то публичной личности или просто от симпатичной девушки очень приятно. Вы чувствуете себя сразу особенными, классными. О, мне ответили. Вы сияете от счастья. А что тогда, если я не отвечу? У вас прервется, не знаю, закончится ваше поколение на вас, и вы тут же провалитесь под землю. Или, быть может, ко мне снизойдет Господь после этого и поцелует меня в обе щеки, и я взлечу на крыльях ангела на небо и буду там жить в вечность. Нет, такого не будет. И с сегодняшнего дня меня просто очень давно церзал этот вопрос. И сегодня просто получилась такая ситуация, что она начала происходить еще с вчерашнего дня. Я провела прямой эфир, и вчера был день вопросов, которые вы мне задавали. И очень много вопросов было про мою работу. В принципе, когда я этого хочу, я могу рассказать о том, почему я к этому пришла. Или что-то о своей работе, о своей семье. Это нормально. В принципе, тут нет никакой телефон. Никакого секрета в этом нет. Но после вот этих всяких вопросов мне вчера написал чувак, и, естественно, маниакально, маниакально вот так вот ему ответила. И он решил у меня спросить какого-то совета о том, как же ему поступать, как же ему состояться в той или иной сфере. А я не ебу. Я не знаю. Я не знаю, как вам жить. Я не знаю, какие советы вам дать, чтобы вы были счастливы. Я понятия не имею. Я просто обычный человек, который живет своей жизнью, работает на своей любимой работе. У меня есть енот, мне 22 года, и я не ебу, как вам жить. Никакие советы я вам давать не буду. Я не смогу. Я просто не знаю. Я просто не знаю, как вам состояться в этой жизни, и чтобы у вас все было хорошо. Я, собственно, ему это самое ответила. Что, как бы, вот это зачем? Вы скажете, вот зачем ты ответила? И все такое. Я начала свой диалог с того, что бывает такое, что я, маниакально листаю директ, нажимаю на сообщение, рандомно отвечаю. Вот поэтому. И я хочу с этим бороться сейчас. Искоренить вот эту вот причину своей любви к какой-то доказательной беседе. Я не хочу больше этого делать. Пусть даже я делаю это очень редко, но все-таки это мое время. Почему-то это занимает очень много. От того, что я отвечаю этому человеку, он не меняет свое решение и просто потом начинает заваливать меня вопросами. То есть ему сказали, нет, я не знаю, у меня есть свои дела, до свидания. Он продолжает писать. А поскольку я уже ответила на это сообщение, у меня эти сообщения полетают в директе, я неосознанно это все равно все пролистываю, мне хочется ответить. В общем, так, с сегодняшнего дня у меня отключены комментирования моих сториз. Может быть, я когда-нибудь их верну, но просто тоже непонятно. Например, на сториз вы отвечаете там каким-то смайликом, с сердечками. Типа, вы же знаете, что я на него отвечу или что? Пишите там, привет, как дела? Ну, привет, классно, и что дальше-то? Типа, что дальше будет? Конечно, на такое не отвечаю. Но, в принципе, сообщения, которые казались мне раньше нормальными, на которые мне хотелось даже ответить, с сегодняшнего дня мне уже не кажутся нормальными, потому что люди, они не соблюдают какую-то субординацию, они почему-то считают, что я хочу, должна и обязанна с ними поговорить о чем-то личном, приободрить их как-то, дать им советы, поговорить о моей семье с ними. Вы серьезно? Я не хочу перед вами исповедоваться, правда. Если я захочу перед кем-то исповедоваться, у меня есть там друзья, бабушка, психиатр, в конце концов. Вот я пойду к ним. Ну, с вами обсуждать эти темы в директе, я иногда провожу прямые эфиры в инстаграме. В принципе, я говорю обо всем, и вы можете спокойно прийти на них и послушать какие-то мои жизненные истории или что-то о моей работе спросить. Но, когда я этого не хочу, вы просто переступаете такую черту, которая, ну, за собой ничего не ведет. Так что вы меня, конечно, простите, но отвечать я, короче, вам больше не буду. Сейчас это такое обращение к русской аудитории, и все-таки иностранцы немного как-то... Почему-то не лезут вот так вот в душу, вот русские именно хотят, блядь, пообщаться об этом. Там, расскажи мне, что у тебя в семье, сколько ты получаешь... Фу, сколько ты получаешь, там, не знаю, почему ты не общаешься с мамой. Что, блядь, я вас не знаю, ребята. Ну и просто посмотрите на количество моих подписчиков, и примерно прикиньте, сколько таких же людей ежедневно, ежечасно пишут мне в директ. И, возможно, вы дадите себе ответ на этот вопрос, типа, а что ты мне не отвечаешь, или там, что-то... Ну, просто я не умею физических таких возможностей. Я могу ответить, там, раз в день на какое-то сообщение или раз в два дня, но оно ничем не оборачивается, я про это уже рассказала. У меня просто это начинает... Сначала меня распирает чувство досады, типа, господи, ну как же так? А потом меня это начинает раздражать, и я просто трачу свое время. Вот так вот. Очень, конечно, жаль. Еще отдельное обращение к девушкам-моделям. Это тоже очень важно. Очень часто, очень много вы мне пишете в директ с просьбой помочь вам в чем-то. Я раньше помогала, реально. Я отвечала на каждое сообщение. Я читала эти сообщения, реально писала вот такие огромные тексты. И я такая думаю, а почему вы не можете задать этот вопрос в Google? Ну, типа, я когда регистрировалась на каких-то сайтах или на каких-то платежных системах, я гуглила, и у меня все получилось. Вы просто делайте так же, гуглите, я не знаю, есть там форумы для веб-моделей, заходите на них, читайте информацию. Там тысячи веб-моделей обсуждают, просто тысячи разных тем, и вы можете найти все, что там захотите. Просто меня реально это начало заебывать, потому что вы не хотите думать своей башкой, головой, извините, пожалуйста, накипело. Вы не хотите думать. Или сегодня пишет мне девочка, я не могу найти твои стримы на Чатурбейте. Блядь, почитайте описание моего инстаграма. Чёрным по белому написан мой твиттер, написан мой ник на Чатурбейте. Почему вы меня не можете найти? Ну, я не знаю, если я отвечу на это сообщение, ну, типа, ну, вот, вот, вот здесь. Ну, блядь, а как вы будете дальше-то жить, если вы не можете просто добыть нужную вам информацию? Я вам ничем не помогу в этом. Вот, всё, я высказалась. Моя совесть перед вами чиста. Вы можете подумать над этим, можете не думать. Эфир я сохраняю. Кто что-то пропустил или кто-то пришёл, если позже, вы можете посмотреть с самого начала. Тут буквально минут на 10, может быть, даже меньше. В принципе, реально всё послушайте, посмотрите, и всё. Всем пиз.